В году минувшем, краткие итоги 2020-го подвел депутат Московской областной думы Евгений Аксаков на встрече с жителями. Вместе с ним о своей работе рассказали депутаты окружного совета. Евгений Аксаков в региональном парламенте активный член комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Учитывая специфику прошлого года, отягощенного пандемией, много говорили о работе волонтеров и благотворительности в целом. С угрозой справлялись, как могли, всем миром. Продукты, медикаменты, все, чем нуждались не только ветераны, но и люди, которые не могли выйти из дома 65, плюс многодетные семьи, всем сразу оказывалась помощь. Также мы проводили волонтерскую деятельность, в каждом муниципалитете также был открыт волонтерский штаб. Тоже спасибо огромное ребятам, которые занимаются этим делом. Спасибо предпринимателям, которые оказывали посильную помощь в этой деятельности. И ребята справились на 5 с плюсом. Я также принял участие из своих средств. Я оплатил бензин ГСМ всем волонтерам, которые выполняют свои задачи. Особое значение приобрело празднование Нового года. Пандемия стала настоящим потрясением для большого количества людей. Погибшие близкие, потерянная работа, опустошение и непонимание того, как жить дальше. В праздничные дни благотворительная активность выросла многократно. Об этом рассказал депутат Владимир Кузнецов. Мы с вами прекрасно понимаем, тяжелейшая ситуация, достаточно большое количество людей, которые сейчас находятся, семей, которые сейчас находятся в сложной жизненной ситуации. А Новый год должен был прийти, соответственно, в двери к каждому. И мы с своей стороны организовывали приобретение новогодних подарков для детишек, организовывали мероприятия, праздничные новогодние елки. И, несмотря на все эти наши ковидные показания, тем не менее, мы елки проводили. В том числе я у себя в Белозерске такую елку провел, потому что, ну, действительно, детишки должны получить новогодний праздник. Новогодний праздник должен пойти в каждый дом. Помимо противодействия последствиям пандемии, депутат Мособлдумы Евгений Аксаков в своем отчете выделил необходимость участия дотационных округов, а в Воскресенске именно такой, в государственных программах. Из наиболее крупных названо строительство Афанасьевского моста. При реализации таких проектов законодательная власть находится в тесном взаимодействии с исполнительной. Кроме того, депутат призвал воскресенцев участвовать в проектах инициативного бюджетирования. Каждому депутату выделяется 10 миллионов рублей. Каждый житель, депутат, муниципальный депутат может снициировать инициативное бюджетирование. То есть, как это делается, если нам нужно поставить, сделать сквер где-то, например, благоустроить его. Мы туда приезжаем вместе с жителями, с инициативной группой, которая говорит, нам здесь нужна лавочка, здесь нужно освещение, здесь нужно посадить деревья. Я образно говорю. Участвует в этом инициативном бюджетировании участвую я, участвует глава муниципалитета и участвуют жители. От жителей 1%, большая часть бюджета Московской области, то есть мой, и муниципалитет по ставке. Главное, чтобы наши жители, наши избиратели активно голосовали в соцсетях, на площадке Добродел и на площадке Госуслуг за тот проект, который мы с вами выбрали и который мы с вами подготовили. Прошлый год был не только годом пандемии, и хоть 75-летие Великой Победы не удалось отпраздновать с планируемым размахом из-за вируса, как всегда ветераны ощутили повышенное внимание, в том числе и со стороны депутатов, которые оказывали адресную помощь, а также попытались создать праздничное настроение. Лично посетил более, не более, а 10 человек, участников войны, и вместе с молодогвардейцами, представителями молодой гвардии, сделали 9 концертов, которые назывались «Поем всем двором», где перед окнами ветерана, многие ветераны выходили именно на улицу и слушали этот концерт. Каждый из депутатов рассказал о работе с обращениями жителей. Помимо традиционных приемов, с народными избранниками можно связаться через портал «Избиратель депутат», а также в социальных сетях. Андрей Квартальный в качестве премьера привел острую ситуацию в деревне Моришкино. К нам обращались огромное количество жителей деревни Моришкино по вывозу мусора. Мы очень долго проводили совещания, практически каждый выходной, в летний период выезжали, собирались с активом маришкинским. Приезжала и эколайн, представители администрации. В конце концов нашли решение по вывозу мусора. Она уже частично отработана, будем так сказать, вывоз идет. Большая работа проведена в области популяризации спорта и она продолжается. Так, в середине февраля после согласования с МЧС планируется проведение автогонок на докторских прудах. Зимний дрифт, попытка убрать любителей заносов с улиц. Депутаты обещают, что соревнования организуются на высоком уровне и приглашают всех желающих испробовать свои возможности. Александр Иванов, Дмитрий Волнов, Новости Искровакт.